Самый распространенный может быть самый порочный миф в отношении собак, что все собаки одинаковы вне зависимости от породы. А отличие в поведении – это просто тупость отдельных пород и гениальность других. К сожалению, это мнение может подкрепляться высказываниями дрессировщиков. Между тем, разница в поведении и психике собак разных пород гораздо существеннее, чем разница между людьми разных национальностей. Никому не придет в голову ожидать одинакового поведения от темпераментного латиноамериканца и флегматичного скандинава. Но большинство людей непоколебимо уверены, что при воспитании громадного дуга подходят те же приемы и методы, что и для крошечного чихуахуа. А уж о том, что каждая собака, независимо от породы, столь же индивидуально, как и каждый человек, вообще не задумываются. Как следствие, познакомившись с одним единственным представителем породы, судят о породе в целом. Да, есть собаки более умные и способные, но нет умных и глупых пород. Нет пород плохих или хороших, нет красивых и безобразных. Есть породы, которые подходят или не подходят под ваши представления об идеальной собаке. Каждая порода приобрела в процессе разведения те или иные особенности, ради которых ее и выводили. Каждая обладает вполне определенным набором психофизических качеств, которые и определяют возможность ее использования человеком. У каких-то пород этот диапазон шире, у каких-то уже, но это не преумоляет достоинств тех или иных собак. Ведь зачастую достоинство породы является ее же недостатками в противоположной ситуации. Приобретая щенка, задумайтесь о том, отвечает ли данная порода своим генетически закрепленным психофизическим качеством именно вашему представлению об идеальной собаке. Ошибка в выборе породы оборачивается взаимным непониманием и раздражением, а иногда и трагедией для собаки, а порой и для человека. Как часто можно слышать жалобы владельцев на своих питомцев не потому, что собака плоха, а вследствие того, что хозяин требует от своего подопечного непородного поведения. К примеру, нельзя требовать от овчарки того же, что можно потребовать от ротвейлера, и не стоит ожидать от ротвейлера того, что можно ждать от овчарки. Воспитание – неотъемлемая составляющая вашего общения с собакой. И главное здесь, с учетом правильного выбора породы, найти верный подход к своему питомцу. В этом большинству владельцев потребуется помощь дрессировщиков-профессионалов. В странах с развитой кинологией, таких как, например, Германия, каждый дрессировщик занимается только очень узким кругом пород, которых он достаточно изучил. У нас же зачастую один человек дрессирует и немецкую овчарку, и ротвейлера, и спаниели, и петбультерьера, и хаски, и чаучау. Готовит собаку и на охрану, и для выставочных рингов, а это все имеет свою специфику. И швец, и жнец, и на дуде, и грец. Чаще всего люди при выборе собаки руководствуются только ее внешним видом. Но ведь и при определенном внешнем сходстве можно подобрать собаку совершенно разного темперамента, размера и пользовательских качеств. Прежде чем завести собаку, оцените свои материальные, жилищные и физические возможности. Определите для себя, что вам важнее в поведении собаки, ее охрана и качества, ее любовь к детям, нужна ли вам собака-телохранитель или просто компаньон. А уже потом выбирайте себе породу с учетом ваших специфических запросов. Обратите внимание на то, для каких целей выводилась данная порода. Ведь именно это и определяет ее характер, хотя часто играет роль и страна, где эту породу выводили, и разведение последних лет. Редактор субтитров А.Семкин